Работа структуры здравоохранения заключается не только в выявлении заболеваний и их лечении, но и в привлечении организаций и частных лиц для участия в акциях и пропаганде здорового образа жизни. Это и есть одна из составляющих продуктивной работы. В связи с этим, Министерством здравоохранения и Департаментом здоровья Монголии проводятся подобные акции. Сейчас проблема здоровья общества является проблемой номер один. Этот год объявлен Годом здоровья и физической культуры. По новому утвержденному закону вопрос о профилактике здоровья общества стоит на первом месте. На сегодняшний день уже стало заметно, что организации и граждане обращают больше внимания на здоровье. Поэтому мы считаем, что организации, поддерживающие здравоохранение, служат прекрасным примером для подражания. На сегодняшний день 336 организаций претендуют на звание «Организация, поддерживающая здравоохранение». По городу около 200 организаций провели различные работы по поддержанию здоровья. Преподаватели и воспитатели для поддержания здорового духа в детях успешно участвуют в проектах. Например, это 58-я школа дистрикта Сухобатор, 68-я школа дистрикта Бейнзург. В целом, очень много школ работают в этом направлении. В 2011 году 10 организаций из Уламбатора – Эмаковхувсгул, Бейнхонгор, Булган, Дзавхан – участвовали во втором этапе отборочных туров по стране. Из этих организаций были отобраны комплекс Монгени и 97-й детский сад. Наша школа Монгени ранее четыре раза становилась городским чемпионом в акциях по поддержке здравоохранения. Сегодня мы очень рады, что нас выбрали первой школой, поддерживающей здравоохранение в масштабе целой страны. Мы много лет успешно работали для создания комфортных и здоровых условий для обучения детей. Движение по поддержке здравоохранения прежде всего направлено на создание комфортных и экологических условий проживания для населения. Это должно привести к улучшению состояния здоровья людей и повышению результативности их трудовой деятельности.